МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додолев собрал редкие снимки для семейного альбома Фёдора Добронравова. Откуда эта фотография вообще? И заодно решил расспросить народного любимца обо всём, что интересует его поклонников. Какие некрасивые вопросы. Провокационные, да? Будет ли продолжение у нашего любимого сериала? Да снимали бы, ещё и снимали, если бы не всем понятные события. Кто стал прототипом Ивана Будько? Я думаю, сейчас надо привет передать. И как в семье Добронравовых принято отмечать Новый год? Я говорю, ну как милиция, ну как же, мы же договаривались. Доброе утро. Сегодня мы листаем семейный альбом династии Добронравовых. Ивана Фёдоровича, Фёдора Викторовича и Виктора Фёдоровича. Всё. Битте-дритте, фрау-мадам. На тюрлих приехали. Иван Степанович, вы по-немецки заговорили, потому что мы в 4 утра без объявления в гости собрались, да? У вас есть какие-то вот чисто добронравовские семейные традиции, фамильные традиции, нет такого? Борщ. Борщ? У вас же есть борщ, который вы готовите с сельдереем. Вот какой-то свой секретный есть рецепт. Сейчас вот ещё Ванюшка начал готовить. Да, вот я поэтому и вспомню. У нас теперь уже Иван Фёдорович уже настолько поднялся в своём развитии, что я теперь должен догонять. Да, да, будет. Да, да, догоняй. Нет, это действительно такое фамильное блюдо, борщ. У нас прекрасно готовит мама, поэтому с ней соперничать на кухне нереально. Но? Но? Мы пытаемся, да, пытаемся. Соперничать не надо, нужно иметь свою индивидуальность. Твой борщ – это твой борщ. Да, да, да. А гренка в нашем ресторане называется крутон. Есть традиции, мы традиционно, мы собираемся на праздниках наших, на всех обязательно, на Новый год. У нас друзья в Подмосковье, друг мой, с которым я служил вместе. Пока у нас не было собственной дачи, естественно, мы каждый год, всё эти годы, которые мы в Москве, мы ездили реально к нему на Новый год. И там шашлыки, и общение, гитара, и игры, шарады, всё остальное было там. Потом они выросли. И потом, ведь у Витюшки свои традиции, он, значит, в Марьиной роще стал собирать второго числа ребят своих артистов. Со второго на третье записанные куранты, речь президента, ещё тогда на видеокассеты. Первый раз мы в 99-м, по-моему, собрались, то есть это 17 лет назад. Подарки под ёлкой, всё, эти бенгальские огни, ура, шампански. Как будто на Новый год. Это, ого-го, это монументально. И первый год, я помню, было смешно. Мы поехали, мы волновались с мамой, этот, Ванечка, ты с нами был, всё нормально. А эти вроде уже взрослые, там, это всё. И мы звоним, как, чего, как, как, там. Дюшка говорит, пап, всё нормально, только что ушла милиция, так что всё, всё хорошо. Я говорю, ну как милиция, ну как же, ну мы же договаривались. Потому что все музыканты, они привезли клавиши, труба, гитара, это всё, и как бы сделали музыкальный вечер такой. И, естественно, может быть, кому-то из соседей не понравилось, они вызвали милицию, милиция только вошла, они видели, что все артисты, причем тогда это были артисты, снимающиеся в сериале «Не родись красивой», почти весь состав. Ну и милиция попросила расписаться, всё, пофотографировались и ушли. И когда мы приехали с Иришкой домой, я стирал автоответчики, много поздравлений было, и просто нажимаю автоответчик, говорю, простите, пожалуйста, это, смотрю, 3 часа ночи. Это соседи напротив. Я думаю, ой, ой, ну как неудобно. У нас маленькая просьба, можно вас повторить в песню на генералы песчаных кальяр. Виктор Фёдорович проявлял в семье дедовщину? Я? Вашего брата. Мне доставалось с детства. Нет? Не знаю, я как-то, ну, наверное, где-то когда-то доставалось, да. А всё-таки было? Ну, не, ну как сказать, это же такие, ну, братские взаимоотношения. Он всегда мне просто лучшего хотел и делает замечания так, как ему кажется правильно. А мне иногда это кажется абсолютно неправильно, поэтому вот у нас стычки, возможно, и были. Ты что, про какие, про какой возраст ты говоришь? А, про совсем детство? Ну, да. Я вообще ничего не помню такого. Вообще нет. Речь про детство! Я думаю, это вообще об этом. А вы все трудоголики? У вас папу, вот, то, что папа трудоголик, это просто вот известный симбиолог. Да, мне, по-моему, папа лучше ещё трудоголик. Я нет, не знаю, я как бы умеренный. Я что, имею в виду, в 5 часов утра поехать на первой электричке, убираться в Третьяковке, чтобы потом помоследовать? Это же, да. Это не только организм, это искусство выживания тогда было. И воспитание. Мне казалось, что я чем-то должен помочь, а заработок был маленький, поэтому я устроился в Третьяковку на Крымском Ваву и мыл там с утра полы. Но это был дополнительный заработок. Вот басурмани, а! Нет, всё-таки котелок у них варит. И стоит планшетник всего 30 тысяч. 30 тысяч. На, держи туда. Я попозже возьму. Мелких денег с собой нету. Была возможность иметь понимание цены деньгам. То есть я с детства помню, что я понимаю, как они тяжело доставались и маме, и папе. И даже уже вот помнишь, в Париж я ездил, меня отправлял. Мне было то ли 15, то ли 16 лет. Я тогда болел баскетболом, мечтал о кроссовках и так далее. Мне папа дал 200 долларов с собой на карманные расходы, из которых я 100 привёз обратно. И отдал их папе. Потому что я знал, что папе они нужны, потому что папе надо. И обходил весь Париж. Обходил, да. Пешком ходил, я обходил весь Париж пешком просто. Ну, что бы не тратиться. Просто вот мне... Вот я к чему говорю? Вот у тебя внучки растут. Он их балует. Невозможно. Я говорю, слушай, дети должны понимать цену подарком. Когда вся квартира завалена подарками, у нас не было такого количества игрушек, каких-то девайсов, этих гаджетов бесконечных. Это... Это вот сейчас... Я понимаю, это сложно. Сейчас и у меня, как у отца, и у папы, как деда, есть возможность, да, одарить мне детей, ему внуков. Вам это не понятно. Не, ну я вот скажу, что надо... Вам это не понять никогда. Потому что отцовская любовь и понятие... Да, я всё понятно. Это одно. Я уже слышу. А дедовская это другое. Рептилия не жмёт? Да не, вроде пока нормально. Это младшеньким внукам. К нам же так же родители относились. Вот так же. То есть мой друг ехал через Таганрог на таком небольшом автобусике. Ну, командировки был. Я ему говорю, заедите, пожалуйста, в Таганрог, там, передачку родителей. А уже были двое. И родители, как они нам помогали, ребята, они забили весь автобус. Весь. Он ехал вот так. Я не понимаю, что это за передачка. Не понимаю. Мешками, лук, картошка, купорка какая-то. Всё. Ну, ты передавай лук и картошку. Они так могли помочь. А ты вот так. А я... Рожайте больше. Я тогда буду делить. Ладно. Будем? Равномерно. Равномерно, да. Ну, кстати, вот кто бы что говорил, мы бы и помолчали насчёт подарков, потому что сыновья машины покупают. То маме, то папе. Это был седьмой год, мне кажется, или шестой. Я уже тогда снимался, и Ванька уже тогда в возвращении снялся. Было ощущение, осознание того, что папа постоянно работает и зарабатывает деньги не для себя. Он их не имеет, этих денег. Всё время в семью. Всё куда-то. Долги, кредиты, я не знаю. И хотелось папе что-то сделать, какой-то подарок для него. Поэтому мы вот потом то же самое сделали для мамы. Была возможность к счастью. Наоборот, сначала для мамы? Нет. Первая была для мамы. Нет, первая была для мамы. Нет, первая, это мы маме подарили. Да, это понятно. Потом ты маме ещё... Потом, да. А потом, да. Я пароварку хочу. Наташа, пароварку мы тебе и так подарим. А праздничный прыжок с парашютом, это запомнится на всю жизнь. Кстати, возвращение прозвучало, ведь как раз с фотографией. Да, с Вовкой. С возвращением. Это как бы в селфи, я помню, что именно... То есть это как бы, да? Так получилось, что самый младший из здесь присутствующих первым получил достаточно престижную... Ну, получил не я, профессионально. Ну, я понимаю, что это фамильная добра-нравовская скромность. Но не было ведь ревности, я понимаю, наоборот, так гордость была. Была гордость, какая ревность. Мы посмотрели, когда первые... Малой, и вдруг вот он уже получает. Вот именно так и было. Для меня просто был шок. У меня было, ну, 6 лет, большая разница. И я, ну, представьте, я уже там 4 года отучился в институте, а брат только-только, ну, то есть поступает. Он еще даже артистом, как бы, еще не стал. Ну, я к тому, что 6 лет разницы. Ну, малой-малой, малой-малой, а ты уже как бы уже студент, там, это все. И вдруг малой, Андрюша Звягинцев привез видеокассету, помнишь? И мы, там была 10-минутная нарезка, от которой я просто выпал в осадок. Я просто этот момент очень хорошо помню, потому что это первые были мои съемки, когда я вообще ездил один. Ну, в общем, папа переезжал только, когда там были съемки опасные, там, для жизни, там, еще что-то. А так особо я один был. Я помню, мне так не хотелось ехать, потому что, ну, я не знаю, я вообще в разлуке с домом, мне начинает плохо быть. И я помню, как я все уходил, все, давайте, ага, счастливо, все. И я помню, Вить меня обнял и так шепотом, шепотом мне сказал, я тобой горжусь. Все-таки. И я помню, что, не, ну, как бы он всегда, все, да, это не то, что я был обделен. Но в тот момент это было настолько мне нужно, что я помню, я так как-то, фу, и поехал, доснялся в удовольствие. Я прям, ну, к мне, я вспоминаю этот момент, один из тех моментов, которые я вспоминаю, когда там тяжело, грустно. На, переоденься. Скажи, зачем ты приехал? Зачем? Тема про животных. Это наш гектор. Это наш гектор. И моя Саша. У моего однокурсника и у моей однокурсницы была собака. Есть он, брошеный. Да, есть, ну, в смысле, она родила, у нее был выводок, и взяли, папа выбрал вот этого. Так он самый большой, самый большой из всего выводка, и всегда спал. Ну, и первый раз пришли, все там что-то, кто-то из вольера вылез, кто-то этот, а этот, я так сразу его заприметил, думаю, ну, хорошо, ладно, посмотрите. Потом неделя прошла, там, мы пришли, он опять спит, все лазят. Я говорю, так, это наша собака, все понятно, все. А оказалось, так, я так ошибся. То есть он самый сильный. Он наедался, я об этом не знал, он наедался и спал, пока остальные искали еду. Ну, он замечал. Ну, сейчас уже все, повзрослел, сейчас он уже... Добрый, добрый, нежный и прекрасный. Говорящий. Говорящий и поющий. У нас же поющая семья. Он реально попадает в ноту. Это правда. Он обижается, когда над ним смеются. Он сидит перед телевизором, и там спокойной ночи, малыши. Почему-то вот эта мелодия, с которой начал петь, это его первое. Вступление. Именно вот эти вот треньки-треньки. И, наверное, на него это действует на уровне каких-то волн. И частоты. Частоты, да. Ду-да-ду-да-ду-да-ду, трям-трям. И вот он... И у меня где-то у нас запись есть на телефонах, где он попадает в коду. И это просто как? Как это делаешь? Смешно. А когда начинаешь смеяться, он поворачивается. Сами попросили, чего ржете? Они шкатские, не гавкающие практически собаки. И очень, очень редко. А в детстве были какие-то животные у вас? У нас было... В вашем детстве не было. У нас было все, по-моему. В деревне было все. А в городе? У нас были рыбки. Был Винни. Огромный черный кот. Попугаи были. Рыбки Ваня. Сам... А-а-а! Два аквариума, 120 литров. Как соседей там не затопилось. Затопили. Перевернули? Да. Ваня полез, ему было мало... Покормить? Наверное. Нет, там стоял весь хрусталь, который там, как... Это я же тоже... Ну, в общем, Ване повезло, что одна часть дивана была разложена. И эта стена со всеми книжками, хрусталями, телевизором и двумя аквариумами Ваню не задавила, потому что Паня упал... Ниже, перед диваном. Ну, то есть, да, в то место, где раскладывается вторая часть дивана. А первая часть дивана его спасла. Счастливчик я, в общем. Ну, ты, да, это... Счастливчик, счастливчик. Ну, у вас-то есть собака, я знаю. Да, Молли. У меня бигль прекрасный у нас. Я люблю свою собаку. А это как раз... Это Молли. Это Молли, да. Животные. Видно, да, что любовь. Кто снимал-то, интересно? Моя девушка Анечка. А вы как относитесь к девушкам, к избранницам своих сыновей? Которые приходят в дом. Не, ну, да, да. А мы однолюбы, у нас нет девушек. У нас девушка, девушка, все. Да, девушка, да. Ну, и сразу отношения-то. Замечательные, замечательные отношения. Сейчас вот были на гастролях с Ванечкой. Возили удивительный спектакль под названием «Забор». Объездили сейчас несколько, пять городов по Германии. И Ванечка брал с собой. Весик был. Аня, да. И мы прекрасны. Особенно перед Рождеством там сейчас открылись все эти, ну, ярмарки. Это было очень красиво. Когда Иван Федорович-то сочетается браком? Какие некрасивые вопросы. Провокационные, да? Да нет, ну, как? Так, подожди. Как-нибудь, когда-нибудь. Обязательно. А я тут в саду куст видела розовый. Весь цветами обсыпан. Аж листьев не видно. Пойдем покажем. Как я видел этот куст? Пимен. Без энтузиазма, кстати. Нет, почему? Это нейтралитет. У нас почему-то это считалось зазорным. Сейчас это не считается. Люди живут там 20-30 лет. Ну, говорят, слушай. Сети, прописка. Да, да. Для чего-то надо будет расписаться. Социальные вещи. А так же всю жизнь прожили без росписи. И сейчас это для нас, вот для моего поколения, это было нереально. То есть как? Я же с ней живу, и значит, я должен как? Расписаться. Иначе меня не пустят с ней ни в одну гостиницу. Да, да. Ну, уже никуда. Она кто? Вот мы жили в общежитии в Воронеже, да? И были рейды, которые... А эта женщина почему здесь? Что она здесь делает, да? Это моя жена, мы расписаны. Она же не студентка. Я говорю, ну, а где еще жить? Ей пришлось устроиться по полым этим в общежитии, чтобы она была как бы легально зачислена. Были законы. А сейчас ребята живут, и что? А нам что теперь делать? В смысле? Ну, нам можно в общежитие вселяться? Или для этого надо перед ректором как-то станцевать? У вас их год, Валюша, пошли. Вы ведь как-то перед Богом, да, сочетались? У вас было какое-то там тайное венчание такое? Да, мы, да. Это была просьба и настояние наших родителей. А то есть это обоюдное было желание? Да. Поэтому мы, да. Вот у вас такие лица. Мне всегда в детстве непонятно было, почему такие... СМЕХ Держи там всех. И у всех при чем? Да это было вообще. Мы прятались, мы ехали из Таганрога на разных машинах, гости. Тогда нельзя было это... А это рискованное было в Советском Союзе? Рискованное, конечно, рискованное. Я к тому времени уже был партийным человеком, и это было... Это было прямо... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А в школе вы были активистом? Ну, не знаю, кусомольским, пионерским активистом? Какие-то истории? Просто был активистом. Я просто был очень сильным активистом, да. Вот в этот период. Я не знаю, откуда эта фотография вообще. Не знаете, да? Даже не могу тебе сказать, что я не вижу. Я знаю, что это школа, да. Номер 30. Номер 30, да. Потрясающе. У нас, кстати, много таких для вас приготовлено. Вот в этом возрасте вы уже... Вы уже знали, кем будете? Нет, в этом возрасте я мечтал быть и готовился к поступлению в цирковое училище, в московское. Я мечтал и готовился, я занимался... Какой-то Люцифер здесь, потому что... Нет, ну такой... Ангел с рогами. Кто-то да. Ну, проказник точно. Ну, да. Это я... Это была акция целая. У меня вот буквально, наверное, может быть, за неделю там или за две до этой фотографии у меня были волосы вот такие вот. И меня не принимали в комсомол, потому что сказали, ну, вот ты постригись. И, конечно, я на следующий день пришел почему-то в красном берете с пампушкой вот таком. Просто бери, я такой на лысо постригся вот так вот. И пришел. В общем, так меня в комсомол и не приняли. Так и не приняли? А в школе нет. Попозже уже в институте. Смотрите далее. Семейные тайны Федора Добронравова. Мама таким образом отучила папу до конца своих дней от водки. Кто стал прототипом Ивана Будько? Я думаю, сейчас надо привет передать. Будет ли продолжение у нашего любимого сериала? Да, снимали бы еще и снимали, если бы не всем понятные события. Кого из Добронравовых обожала Ольга Аросева? Меня, говорит, потрясывает рядом с ним. И где чаще всего можно встретить Федора Добронравова? Я думаю, я Ширвин-то видел. Все. А я слышал, что мама у вас в школе подучила говорить, что если какие-то неуспехи возникали, что, мол, папа выпивает, поэтому заниматься нет возможности. Мама таким образом отучила папу до конца своих дней от водки. Я один раз сказал, что у меня папа... Я не сделал уроки, потому что папа был пьяный. Второй раз сказал, третий раз сказал. Потом его вызвали на родительское собрание, и с тех пор папа ни одной рюмки не поднял. То есть фактически его там зашили на этом собрании. Да, да, да. У него была очень бурная такая молодость. Он после войны еще успел ее сесть в тюрьму посидеть. За что, по какой статье? Как он рассказывал, что его утром нашли с мешком муки. Это абсолютно пьяно. Он говорит, я не брал муку, у меня она... Восхищение, да? Ну, да. Вот. Потом он благополучно три года отсидел, но остался там, на Даме, во Владивостоке. Потом он ловил крабов, стрелял на китобой, ловил золотом его. В общем, такое его... Вот между мной и сестрой 12 лет разницы. Вот именно поэтому, что сначала появилась Любашка, а потом папа вот решил хапануть романтики и вот... И на 12 лет. И на 12 лет исчез. Потом приехал, спросил, как тут Надя. Говорит, Витя, она тебя ждет. 12 лет? 12 лет. Говорит, ну раз ждет, тогда мы ей распишемся. И тогда они расписались. Мы сами с Гиннесом в шоке. Как меня угораздило второй раз на те жениться. А Будько, у вас с кого-то конкретно у вас списан? Нет? Есть прототип? Ну да, человек 100. Есть. Все есть в Таганроге? В Таганроге есть, да, есть, есть. Есть такой в Таганроге живет мой, ну, как бы он сказал, молочно мой брат. Просто его мама выкармливала нас двоих. Тетя Маруся, когда мама была на работе, я жил и рос у них. Валя Никитина такой есть на улице Ломоносовой. Дай бог ему здоровья и всем-всем-всем Никитину. Я думаю, сейчас надо привет передать. Поэтому вот Валек был один из основателей этого вот образа Будько. А так вообще, понимаете, пол Таганрога так живет. Я думаю, что для большей половины зрителей, если не для всех, вашей женой является ваш партнерш по сватам. Ну, так представление, то есть как бы у тебя... Вы думаете, что она действительно моя жена. Ну, я в том-то и говорю, у Ирины никогда не возникало по этому поводу досады. Ну, нет, слава богу. Это ревности, потому что ты помещаешь, что 90 лет вы будете лояльны. Ну, досады не возникало никогда? Нет, нет, нет. Все, у меня жена очень мудрая, умная женщина. Поэтому, естественно, конечно, все. Кадры я помню эти, да, замечательные. Санька замечательный. Вот сейчас никто не поверит, да, что изначально ведь просто двухсерийный проект планировал. Да, да, ну, это просто люди попросили. Вот неожиданно, да, как так? Письма просто пошли. Поэтому Андрей нас собрал на следующий год после этого и сказал, ребятки, да вот очень много писем, давайте еще две серии снимем. Да, снимали бы еще и снимали, если бы не всем понятные события. Ну, с Украиной. Да, мы не будем, мне кажется, о политике говорить, такая у нас приятная беседа. И все спрашивают до сих пор, а будет ли, а будет ли. Я думаю, что снимем. Ну, конечно, рано или поздно. Не знаю почему, рационального в этом мало. Интуиция. Я не знаю, когда это закончится там или что-то. Но мне кажется, что мы снимем. Я прямо чувствую, что вы сами ждете. А что? А что люди не ждут? Ну, некоторым надоедают вот эти долгоиграющие проекты, когда уже вот будько и будько, будько и будько. Это не тот вариант. Это не тот вариант. Да, ну, вот просто как проходили съемки. В этом сериале как-то все по-другому. Здесь не было заводского такого, знаете, когда сериал выходит, да, в этот. Вот я помню эти бедные молодые головы, которые здоровье столько положили на сериалах, на этих, на больших, когда это завод, это завод. Надо было решать, уходить из театра там или еще что-то, семьи бросать. Ну, как-то надо было что-то решать. Ставить на весы сериал, который снимается и не может остановиться. Либо что-то еще другое. А у нас вот так такого не было. Мы просто тут порыбачить собрались. А вот нельзя ли ваш этот первобытный промысел перенести куда-нибудь подальше вот эту вашу пирогу? Сдвиньте, вот туда по течению, километров за 300, туда, туда, туда. Это был полный кайф. Мы снимали только летом, только в отпуск. Когда собирались все, и приезжали дети, приезжали. Мамы приезжали, Сашка беременная. Все было так, так хорошо, так хорошо, с такой любовью все это снималось, что это как-то так автоматически перешло на экран. Поэтому, я думаю, что и поэтому в этом фильме есть и доброта, и мудрость, и все, все, все. Когда сказали, что дети приезжали, я вспомнил сцену, где сыновья отсюда руки заламывают. Какой он, дед? Какой я тебе дед? Я тебя в отцы хожу! Давай, батя, не бузи! Какой я тебе, батя? Да, была полностью импровизированная сцена. Андрюша сказала, давайте... Вы приехали сыграть милиционеров? Нет, просто приехали в гости, мы сюрпризом приехали. Потом Андрюша, когда узнал, что мы с Ванькой... Андрюша, вы... Режиссер. Да, Яковлев. А он говорит, давайте, ребята, снимем, давайте придумаем эпизод. А ты всегда их в промбул? Это была абсолютно импровизация, да. Что репортаж новостей, там, вот, человека задержала милиция. Тогда еще милиция. Милиция. Да, и мы, значит, так, давай, дед, давай. И ты, какой я тебе дед? Так, отец, давай, нет. Был бы я твоим отцом, я тебе... Дурака валяли. Это, знаете, это... Поэтому такие вещи находят отклик у зрителей. Потому что ты делаешь что-то с любовью и от сердца, и валяешь дурака. И тогда это сразу интересно смотреть. Это сразу тебя цепляет. Митюнюшка, а ты когда-нибудь слышал о теории генетического превосходства? Ой, какие мы умные! Ой, какие мы умные! Нет, не слышал. Ну, и видно. Вот здесь вот все трое собравшихся. Это Воронеж. То есть это еще до приезда Райкина, до судьболусной вашей встречи с приглашением... Ну, вот эта Варвара, это Василиса. Да, абсолютно. Да, абсолютно, выглядит один в один. Ну, только вот щечки поменьше Василисы. Ну, еще впереди. Ну, и тут все в порядке. Кисельник. От все уйдет. Кстати, с Виктором Федоровичем более-менее понятно, в честь кого назван. В честь дедушки, наверное. А Вас-то Федором назвали в честь кого? В честь дедушки. Тоже в честь дедушки? В честь прадедушки. По какой линии? По маминой. По маминой. Он был бандарен. Бандарен. Чем занимался? Ох. Он в деревенске житель. То есть это правильно, что актерскую династию... Ну, получается, да. Получается, что да. Сейчас есть уже третье поколение, но все-таки... Ну, и 7 лет уже в будущем году будет... Не дай боже! Бармаре Викторовне. Не дай боже! Что вы говорите? Что уже проявляется, я так слышал. Нет? Нет? Наговаривает? Проявляется, конечно. Шерлок Холмс. А Василиса Викторовна похожа на сестру? Или еще рано говорить? Они очень похожи. Очень похожи и очень не похожи. У них разный нос, а так они как две капли воды. А на дедушку похожи? Не дай боже! А на тетю, кстати, они похожи на вашу сестру, как вы считаете, внучки? Нет, Любашка все-таки больше на папу похожа. А я вот все-таки в маму, так получилось. Общаетесь с тетей? Ну, так, редко, когда звонимся. Просто далеко живем. Мы друг с другом-то не общаемся, не то, что с тетей, которая живет за тысячу километров. А где она, в Таганроге живет? В Таганроге. В Таганроге часто бываете? Сейчас реже. Стараемся, конечно, быть каждый год, потому что там и могилы, и еще оставшиеся, дай бог им здоровья, и родственники, и друзья, и близкие, и кумовья, и... Ну, Таганрог. Там всего-то народу тут рослое, 300 тысяч. Все, каждый друг другу, кому-то родственник. У Добронравых, наверное, во всех школах мемориальные доски. Нет? В разных школах все трое, да? Нет, ну я-то учился вообще в Москве. Ванька родился в Воронеже. Да. А вы когда отправились поступать в Воронеж, да, точно, действительно? Мне был один годик. Ага. И папа с мамой поступили в Воронежскую академию, тогда еще в Театральный институт искусства. Да. И с 84-го года, получается, мы жили в Воронеже, а Ванька родился в 89-м. Потом папа, в 90-м ты поступил в Сатирикон? Да, да, в 90-м году я переехал сюда. А в 91-м переехали мы. А из Сатирикона шли из шести кадров? Нет? Нет. Нет, шести кадров в памяти не было еще. Не было, да? Я просто с ребятами из Галли Даниловой и Сережей Дороговым, мы вместе работали в Сатириконе. Тоже семья. Тоже семья, да. Я только познакомился вот с Андрюшкой, с Кайковым и с Иришками. Где он здесь? Вот Андрюша. Ага. Восемь и Единиевых. И Иришка. Эдика нет почему-то, не знаю почему. По этому проекту тоже есть ностальгия по шести кадрам? Конечно, есть. Да мы созваниваемся почти каждый день. Через день. Сегодня Иришка звонила. И так мы приглашаем на дни рождения, на праздники, на этом все. Это уже невозможно разлить. Это уже невозможно разорвать. Нам так было хорошо. Над нами, это был вот такой первый опыт, вот похоже чем-то на сватов. Над нами не было никакого начальства, понимаете? Ну сколько там было импровизации, вот если... Все было импровизации. Вообще все импровизации? Нет, ну сценарий есть. Да, были слова, которые нам могли нравиться, могли не нравиться. Но был маленький скетч, маленький анекдот, да. А то, кто этот герой? Он грузин, прибалт, американец, русский. Есть у него усы, волосы, парик, толщинка, недолщинка. Все это абсолютно импровизация. Про партнершин, про ваших заговорили еще вот такая фотография. Ой, это великая. Это юбилей Аросевой, по-моему, да, вот это? Последний юбилей Ольги Александровны. Тяжело было с ней? Говорят, что с ней непросто, в общем, поработать. Мне нет, мне нет. Я как-то не знаю почему мы приехали. Она очень любит пьющих людей. Ольга Александровна. Что случилось, Леонид Иванович? Тут, понимаешь, тут такое дело, что... Ах, это очевидно он. Вишнебритый, помятый, очевидно, сильно пьющий. Я в первую нашу встречу, я не рассчитал силы и был очень выпивший. Поэтому как-то сразу ей легло на этот наш... Наверное, так. Мне Юра Нифонтов сказал, поехали к Ольгой Александровне на дачу. Я говорю, поехали. И приехали, и там еще добавили, и все. И она сказала, а может, баньку? Я говорю, нет проблем. А раки будете? Нет, нет. Все, и все как-то так завязалось, все нормально. Потом еще был случай, когда вот ее любимый партнер заболел и попал в больницу. И она сказала, что давай, нам надо ехать в Читу, по-моему, Чита была город, на большие гастроли, надо было играть этот спектакль, как пришить старушку. А я сказал, нет, Ольга Александровна, пока Толик не разрешит, я не буду репетировать. И, наверное, тоже это как-то легло. Она любит, она любила людей таких вот простых в общении, без вторых, третьих планов. Я слышал, она как-то Ивана Федоровича отмечала. Ванька, она просто, она, да. Она говорит, не знаю. А вы помните? Не знаю, меня, говорит, потрясывает рядом с ним. А я говорю, а почему, чего? Она говорит, не знаю, потрясывает. Чаю? Нельзя слово сказать. Ты видишь? Ты видишь? Слышал, что вас потрясывало, когда вас Ширвинд пригласил. После ухода из Сатирикона он пригласил вас зайти к нему. Не то, что потрясывало. Не то, что потрясывало. Я до этого, я работая в театре Сатирикон, шапошно был знаком с семьей, потому что я был знаком с Мишей, с Сережей Русаляковым, и я был... С Мишей, с Михаилом Александровичем Ширвинд. Да, 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 да. И на каком-то дне рождения я был у Саши, у дочки Мишины, день рождения, и мы просто сидели в доме на набережной. Мы у Александра Анатольевича в доме были. И я его видел, просто, видите, такая тень в халате, просто из одной комнаты в другую. Мы сидели в маленькой комнате у Миши, и там как-то, и так, это Ширвинд. И я думаю, я Ширвинда видел, все, все. Я Ширвинда видел. Все, просто прошел. А потом прошли годы, 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 и да, и Александр Анатольевич позвонил, сказал, что вот так и так, ну, вроде как бы ты ушел из театра Сатирикон. Я говорю, да, ну так получилось. Он говорит, ну зайди на разговорчик. Ну, зашли, он говорит, вот так вот так давай. Сработаемся, сработаемся, не сработаемся, не сработаемся. Ну, заработались. Да, сколько лет уже? Я счастлив. Ну, уже вот скоро 15 лет. Смотрите далее. Федор Добронравов о своей мечте. Я никогда в жизни ничего не строил. Кто сегодня чаще всего гостит на даче Добронравовых? Ну, и на бумаге вроде как бы все нормально, а потом приехали и посмотрели на все это, конечно. Мы такой коллаж сделали. Здесь ваших владельцев. Ваших владельцев. Вы знаете, да, что здесь? Пельменей было много. А что за мангал? Ну, это, наверное, это еще тогда, когда все строилось еще. А-а-а. Нету еще плитки. Да, это еще при строительстве. А кто строил? Я никогда в жизни ничего не строил. Нас, друзья наши, которые сейчас живут напротив нас, они таганрожцы, наши друзья, они нам сказали, что не переживайте, мы как бы поможем. И мы залезли в интернет и стали выбирать дом. И когда выбрали, там было написано там 14 на 16. И я так подумал, 14 на 16. Вот так вот хожу. Вот что я так посмотрел, примерно так в квартире думаю. Ну, в квартире. Побольше, наверное, чем моя квартира. Вот так вот 14 и так 16. Ну, и все. Ребята, когда это 14 на 16 выстроилось, я думаю, а кто это убирать будет? Ну, кто это будет убирать? При абсолютной любви к чистоте нашей мамы и моей жены. А ты что сидишь? А что? Я тебя с утра прошу лампочку на крыльце укрутить. Сейчас укручу. Укрути. Укручу. Вот укрути. Вот укручу, укручу. Укрути, укрути. Бля, укрути, укрути. Ужас просто. Я никогда бы такую большую дачу не строил бы. Ну, никогда. Ну, конечно. Но уже она есть, и это прекрасно, потому что у нас собирается очень хорошая, большая компания. Есть кого-нибудь положить, поспать. Даже если в доме нет, есть в баню можно положить. А если это летом, то это... Мы жили в однокомнатной квартире все вот вчетвером. Еще у нас была собака. И обязательно кто-нибудь ночевал до полу. Кто-нибудь из друзей, выпускников, студентов, родственников. Поэтому, когда потом оказалось, что есть возможность... А давайте здесь у нас будет колодовая, а здесь у нас будет мастерская, а здесь у нас будет это, это... Глори, вот с баней чья идея была? С какой баней? Тю, мы же с тобой договорились под сливкой баньку поставить. Ага, чтобы я разрешила у себя во дворе построить бухачечную под прикрытием ванни. Сейчас, только через твой труд. Ну и на бумаге вроде как бы все нормально, а потом приехали и посмотрели на все это, конечно, да. Барбара Викторовна, бывает на даче? Это дача. Это на даче, да? Это плитка такая веселая, у нее в ванной. У нее в ванной такая плитка, да, веселая. Люблю эти фотографии. Жирафик. Люблю эти фотографии. Знаете, я дарю вам семейный альбом, в котором как раз оставлены пустые страницы вот под будущие проекты, так скажем, что в том числе и семейного характера. Ой, спасибо. Спасибо большое. А лет через 10 внуки твои посмотрят и скажут, вот это бабушка, вот это зажигает. Эй, кашин, да, молодость, молодость. Молодные все, знаешь, молодные. Молодные все, просто тв-тв-тв-тв-тв-тв-тв-тв-тв-тв-тв-тв в шанке. Ой, обожаю эту фотку. Это вот эти вот. Это я приехал, а у Сережки, у Русуляка я снимался в этом? Нет. А где? Нет, это когда ты там снимался, у тебя была борода вот здесь выбрита. Это другая фотография. Тоже на кухне, это мы в комнате сидим. Русую тв-тв-тв-тв-тв-тв-тв. Субтитры создавал DimaTorzok